В Карачаево-Черкесии появится Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Об этом сообщил на совещании глава Республики Рашид Тимрезов. Как определиться с профессией будущего, рассказали выпускникам 9-й гимназии в Верховном суде Карачаева-Черкесии. Какие перспективы и сложности. Технологический колледж в селе Первомайском отметил свой юбилей. Какие направления есть в колледже и сколько выпускников выпустил за 80 лет. Открытый турнир по футболу с участием сильнейших команд нашей республики прошел в станице Красногорской. Как встретили гостей хозяева поля. Здравствуйте на телеканале Россия 24 вести Карачаева-Черкесия в студии Майя Хамдохова. В Карачаево-Черкесии появится Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Об этом сообщил на совещании глава республики Рашид Темрезов. Основная цель усиления работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии. В части строительства, ремонта и реконструкции объектов капитального строительства в рамках нацпроектов и госпрограмм в структуре правительства республики. 63 подстанции Карачаева-Черкесии готовы к зиме. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачаева-Черкеск Энерго отремонтировали почти 2500 единиц оборудования. Основной объем технических мероприятий реализован Зеленчукской и Карачаевской группами подстанций. Энергетики этих двух подразделений подготовили к зиме 30 питающих центров. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 180 тысяч жителей Абазинского, Хабецкого, Зеленчукского, Урубского, Карачаевского районов, а также Карачаевского городского округа республики. Кроме того, ремонт этих подстанций позволил повысить надежность электроснабжения известных всесезонных курортов Архыц, Тиберда и Домбай. Итог работы за достижение проблемы перспективы развития. В Черкесске состоялся ежегодный отчетный сбор атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедука. Подробности у Али Баташева. Торжественный внос знамени казачьего войска. Молитва перед началом сбора. Казаки сохраняют верность традициям, переданным предками. Залог успешного развития взаимодействия с органами власти, религиозными и общественными организациями. В начале этого года главой региона был подписан указ о реализации в республике стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Завершается формирование региональной нормативной базы, которая позволит казакам внести государственную службу и обеспечить формирование эффективного механизма взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти и местного самоуправления. Руководством республики поддерживаются инициативы казаков, направленные в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильности общественно-политической обстановки в регионе. Об итогах работы за год рассказал атаман Баталпажинского казачьего общества Валерий Дедук. 144 казака из Карачаева, Черкесии – участники СВО. Шестеро добровольцев удостоены государственных наград. Некоторые – посмертно. Память погибших в спецоперации почти лиминутой молчания. Докладчик рассказал о проводимых в течение года мероприятиях. Воспитание и образование казачьей молодежи. Правительство Карачаев-Черкесии тоже сделало очень много для того, чтобы наши казачата учились как минимум. У нас в году обеспечено финансирование на 12 учебных мест в Южно-Ассийском лицеи казачества и народов Кавказа. В течение года с казачьей молодежью, школьного и добризмного возраста проводятся мероприятия по военно-патриническому воспитанию. Атаман призвал казаков больше уделять внимание своей духовной жизни, привлечению молодежи в казачье общество, создавать каналы в соцсетях. Он выразил благодарность казакам, которые защищают интересы Отечества на Донбассе, помогают фронту, трудятся во благо развития Родины и своего народа. Я хочу выразить в первую очередь благодарность руководству республики за то признание важности и нужности казачества на территории Карачаева-Черкесии. За признание казачества частью социума Карачаева-Черкесской республики. За те шаги, за те действия, за те намерения, которые делаются властью в отношении казачества. Только единственная сплоченность в нашем обществе не позволит никогда сломать нас, раздробить и победить нашу великую страну. По итогам сбора работа атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедук была признана удовлетворительной. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Филиал Всероссийского общества знаний организовал в Верховном суде Карачаева-Черкесии экскурс в историю региональной судебной системы. О возможностях поступления на государственную гражданскую службу вместе с будущими выпускниками 9-й гимназии Черкеска узнавал корреспондент Артур Мхце. Проекты Всероссийского общества знаний уже помогли многим представителям молодежи Карачаева-Черкесии определиться с будущей профессией. На этот раз для 11-ти классников 9-й гимназии была организована экскурсия по коридорам и залам Верховного суда республики. Вместно с Верховным судом Карачаев-Черкесской республики реализуем проект, который называется «Знание карьера», организатором которого является Российское общество знаний. Этот проект помогает для школьников и студентов определиться в выборе будущей профессии. Моя личная практика, я проработал здесь более 7 лет именно в Верховном суде, так что как-то есть возможность как-то обратиться к молодежи и посоветовать им в выборе государственной гражданской службы, оставаясь в России. Юноши и девушки получили возможность ближе познакомиться с региональной судебной системой. Представитель Верховного суда республики рассказала о концепции информационной политики, а также о нюансах поступления на государственную гражданскую службу. Представитель Верховного суда Лепшоков Наур Забрекович, он является инициатором всех этих просветительских мероприятий. Он заинтересован в том, чтобы талантливая молодежь, а у нас их очень много, после получения высшего юридического образования обратили внимание и на работу в судебной системе. Мы периодически проводим мероприятия такого рода, как экскурсии в зданиях судов, это на территории всего региона. Также мы проводим Дни открытых дверей, когда учащиеся студенты имеют возможность, как говорится, зайти внутрь системы, посмотреть и для себя решить, подходит им данная среда или нет. Такие Дни открытых дверей интересны и самим работникам судебной системы Карачао-Черкесии. Возможно, кто-то из этих пока еще школьников по окончании высшего учебного заведения вернется в здание Верховного суда Республики уже в качестве сотрудника и вспомнит о нынешней экскурсии, как о получении билета в будущую профессию. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачао-Черкесия. В селе Первомайское Малокарачаевского района прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню среднего профессионального образования и 80-летнему юбилею Механико-технологическому колледжу. Поздравили всех виновников торжества министр образования и науки Карачао-Черкесии Инна Кравченко и депутаты Народного собрания Республики. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Более 20 тысяч выпускников выпустил за 80 лет Механико-технологический колледж в селе Первомайское Малокарачаевского района. Сегодня знаковое событие в жизни не только данного образовательного учреждения, но и в деятельности среднепрофессионального звена образования. Всех виновников торжества поздравила министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Также она вручила подарочный сертификат руководителю колледжа Аслану Джатоеву и наградила почетными грамотами-подарками педагогов колледжа региона. Система среднего профессионального образования с момента зарождения прошла непростой путь. И на протяжении всего этого времени система обновлялась, совершенствовалась, модернизировалась. В Карачаево-Черкесской республике без преувеличения система СПО имеет стратегическое значение. От качественной подготовки кадров зависит состояние реального сектора экономики. И надо отметить, что за последнее время происходят большие изменения. Увеличивается количество бюджетных мест. Также за вклад в среднее профессиональное образование почетными грамотами от парламента республики наградили депутаты Алексей Ганшин и Адам Гучаев. В свою очередь они также отметили, что качественная подготовка будущих кадров в производстве зависит от профессионализма и компетенции педагогов. Я от души хочу пожелать успехов колледжу. Вы даете базовые знания, которые после вашего колледжа могут идти спокойно в вузы учиться и любые учебные заведения, потому что базовые знания основные вы получаете, наши студенты получают у вас. Но и не только ваш колледж, вся система среднепрофессионального образования. Вот у вас представитель один, Адам Камзатович, заканчивал здесь колледж. Вот я тоже заканчивал, моя супруга и мои две дочки заканчивали колледжи в Черкесске. В механико-технологическом колледже можно получить образование по таким профессиям, как автомеханик, повар, кондитер, технолог-конструктор, изготавливающий изделия легкой промышленности, юрист, экономист и IT-специалист. Для всех этих направлений в учебном заведении есть все условия, чему стали свидетелями представители разных учебных заведений среднего звена. Директор механико-технологического колледжа Аслан Джатой поблагодарил всех за поздравление и подчеркнул, что руководство СУЗа делает все необходимое для его развития. За 80-летнюю историю наш колледж прошел большой путь от Первомайской специальной школы мастеров сыроделия до одного из динамично развивающихся профессиональных образовательных организаций Карачаева-Черкесской республики. На сегодняшний день в колледже ведется обучение по самым востребованным специальностям экономики региона, а также по широкому спектру программ профессиональной подготовки. В настоящее время в колледже получают образование более 400 студентов по очной форме. Колледж является нашим вторым домом, где мы получаем качественное образование, отмечают студенты. И сегодня, в день почти векового юбилея, мы желаем ему дальнейшего развития и процветания, подытожили ребята. Праздник очень запоминающийся, преподаватели обучают очень хорошо, мне все нравится. У колледжа это очень хорошие знания, полезные, и в будущем мне это пригодится. После для всех собравшихся был организован концерт с участием известных артистов республики. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Весикарачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. Настоящую палитру неподдельных эмоций от побед и поражений участникам и гостям уже второй год подряд дарит открытый турнир по футболу красногорских малых ГЭС. Как и в предыдущем, в станицу Красногорскую усть-Жигутинского района съехали сильнейшие команды республики. Ну а отличием соревнований в этом сезоне стало то, что спортивные соревнования начали обретать статус межрегиональных. Ахмат Халкечев продолжит. По турнир съехались лучшие команды не только Карачаева-Черкесии, но также прибыли гости из соседнего Краснодарского края. Праздник спорта открыли команда Карача, села Чапаевская и Арамат из Кубани. Тут хороший уровень турнира, я знаю, команда «Нарт» хорошая, они собраны с лучших игроков Карачаева-Черкесия. Команда очень хорошая, красногорская, потому что ребята работают, видно, они всегда участвуют в турнирах, всегда участвуют в финалах. Видно, ребята уважают футбол, сами любят, молодцы. Ну а вот эта команда «Карча», в которой мы играли, я первый раз их видел, играть не буду. Ну, провела хорошее впечатление, большие ребята бьются, бегут, молодцы. За последние 34 года, как мы играем с вами, у вас очень уровень поднялся детского футбола в республике. Все, как говорится, по-взрослому. Каждый тайм длится 20 минут. Звание самых быстрых, ловких и достойных командам необходимо оспаривать в шести матчах. Играют футболисты 10-11 годов рождения. Этот возраст выбран не случайно. Как дельца тренер станичной футбольной команды «Красногорец» Семен Михайлович Скиба, в нашем регионе футбол наиболее популярен именно в этой возрастной группе. Я уже по первым минутам вижу, что борьба у нас будет очень упорная. Даже в прошлом году там на самое первое и четвертое место практически минимально разделяли минимальные показатели. И в этом году я тоже чувствую, что это будет так. Ну, призы «Росгидро» подготовил абсолютно для всех команд, абсолютно для всех участников. Кубки за первое, второе, третье и за участие в этом турнире. Профессиональный взгляд и в самом деле не подвел Семен Михайловича. Противостояние действительно с первых же минут турнира развернулось жесткое. Наша основная задача, именно организаторов в станице Красногорска, мы хотим показать, что у нас, всем хотим показать, что у нас спортивная станица. Ну, а с хозяевами поля на первый матч вышла футбольная команда «Нарт» из Черкеска, которая, по мнению большинства наблюдавших, является фаворитом турнира. Но, как оказалось, не все так просто. Первый тайм команды завершили с ничейным счетом. Ну, а ко второй половине следующего тайма первый гол забили хозяева поля. Вообще, собирались выиграть всех, но почему-то не получается. В чем преимущество соперника, в чем преимущество вашей команды? Ну, то, что они хозяева поля, они тренируются каждый день здесь, а мы нет. Поля не очень, потому что кочек много и играть сложно, из-за того, что мы не привыкли. Из-за этого хозяев поля легче играть. К концу турнира призовые места распределились следующим образом. Золото соревнований у команды «Карча». Серебру завоевали красногорцы, а замыкает тройку лидеров команда «Нарт». Ахмат Халкевичев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Станица Красногорская, Усть-Джигутинский район. Далее смотрите интервью председателя Карачаева-Черкесской организации профсоюза работников здравоохранения. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok